Добрый день, мы из Украины. Я рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор по оперативной обстановке за прошедшие сутки. А сегодня у нас на календаре 9 декабря. И начинаю по традиции разговор о продолжающемся сборе средств. Большое вам спасибо за вашу помощь. Напоминаю, что сбор продолжается, потому что война продолжается. Сегодня наша задача выйти, ну я не говорю конкретно фонда из главных сердца, а вообще задача нашего тыла, наших волонтеров помочь нашим вооруженным силам выйти на примерно 1000 дронов в сутки боевого применения. Тогда это может оказать существенное влияние на ход боевых действий. Нам сегодня приходится догонять противника. Здесь он нас, к сожалению, опередил. Это мы констатируем. Но я думаю, что совместными усилиями мы все-таки догоним и выровняем эту ситуацию. Поэтому каждая копейка нужна. Каждая ваша помощь будет высоко оценена. И это будет вклад в победу. Так что делитесь, помогайте. Продолжается сбор средств фондом «Незлавные сердца» на покупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. А мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки. И на линии фронта за прошедшие сутки произошло 95 боевых столкновений. Всего враг нанес 28 ракетных, 27 авиационных ударов и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь ввелся как по позициям наших войск, так и по населенным пунктам в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. То есть от линии фронта. На всю глубину досягаемости одневых средств противника. В результате этих расистских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. А также повреждения получил как жилой фонд, так и гражданская инфраструктура. Основные авиационные удары наносились в Харьковской, Луганской, Донецкой областях. А вот под артиллерийский огонь вражеской артиллерии попало более 100 населенных пунктов. И это Черниговская, Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская и Николаевская области. Пройдемся по зонам ответственности. Сегодня, кстати, уже есть, вы там задаете вопрос в комментариях о Лукашенко. Куда же он пропал и куда он делся. Так вот, есть новости в зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север. В Анноволынском и Полесском направлении общая ситуация остается стабильной и контролируемой. А новости там такие. Я думаю, особенно для населения Беларуси это будет интересно. Дело в том, что мы помним с вами, что в августе месяце было заявлено об официальном перемещении тактических ядерных зарядов на специальное охранилище в Беларуси. Так вот, сейчас совместно российские войска и белорусские войска провели тренировку по подготовке ядерных боеприпасов, ядерных головных частей для ракетного комплекса «Точка-У». Вот это очень важно. Они провели тренировку по снаряжению, по стыковке, расстыковке головной части с ракетой и получении и сдаче на хранение этих ядерных боезарядов. И что выяснилось? Выяснилось то, что ядерные боезаряды «Точка-У» это старый советский комплекс. К концу этого, в этом году, в 2023 году, эти ядерные заряды полностью вышел регламент их эксплуатации. Что сделало российское командование? Ну, по принципу понятно. «Натуби Божи», «Шуманины Гожи». Они взяли и с помощью акта, комиссии, продлили на три года эксплуатацию этих боезарядов и перевезли их в Беларусь. Так что состояние этих боезарядов довольно вызывает много вопросов в плане их технического состояния. Это просто для информации, чтобы вы понимали, какие ядерные боезаряды находятся сегодня на территории Беларуси. И вот такая же тренировка была проведена. Одна из них проходила на полигоне в районе Осиповичей, а вторая на полигоне, не помню белорусское название, в непосредственной близости от места хранения. Я думаю, вы там лучше знаете, где находится эта база хранения ядерных боеприпасов на территории Беларуси. Далее у нас идет здесь же, в этой зоне ответственности группы войск «Север» идет северское и слобожанское направления. Тут у нас ситуация тоже стабильная и контролируемая. Да, она тяжелая, потому что противник продолжает наносить огневые удары, причем не только в Харьковской области в эти прошедшие сутки достались и авиационные, и артиллерийские удары. Ну а Сумская и Черниговская области попали только под артиллерийский огонь, вражеской артиллерии. Наша артиллерия пытается давить эти огневые точки, и мы проводим контрдиверсионную деятельность по ликвидации и отбитию попыток диверсионно-разведственных групп противника пересечь государственную границу Украины. Кстати, я так понимаю, что горький опыт пошел нам на пользу, это когда в Сумской области была попытка прорыва ДРГ, вражеской ДРГ, которая нанесла потери нашим пограничникам и, я так понимаю, секрету вооруженных сил. Бдительность, урок тяжелый, но он выучен, бдительность повышена и антидиверсионная деятельность теперь ведется более тщательно. Далее у нас идет зона ответственности группы войск Хортица, это Купинское направление, открывает тут Синьковка и северо-восток Павловки и населенного пункта Ивановки остаются самыми горячими точками. Враг пытается подтягивать, перегруппировать войска, там уже перегруппировка идет примерно слиянием роты батальонов для дальнейшего участия в штурмах, но не оставляет попытки найти слабое место, не то чтобы прорвать нашу оборону, просто найти слабое место в нашей обороне для того, чтобы попытаться ее прорвать. 11 атак было отбито на Купинском направлении силами обороны Украины, враг успеха не имел, понеся потери откатился на исходные рубежи. На Лиманском направлении тут в районе Спорного фиксировалась одна попытка атаковать наши позиции, которая не увенчалась успехом и линия фронта осталась без изменений. А вот на Бахмутском направлении было, наверное, наигоречише в зоне ответственности группы войск Хортица. Здесь боевые столкновения происходили в районе Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки. И за прошедшие сутки наши силы обороны зафиксировали 13 попыток вражеских войск атаковать наши позиции. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Линия фронта осталась без изменений. Самые такие, ну, будем говорить, наверное, самые мощные атаки происходят в основном на рубеже Клещиевка и Андреевка. Там, где расисты пытаются вытеснить наши войска за железную дорогу. В принципе, железная дорога стала там Рубиконом, как линией разграничения. И фактически на сегодняшний день, вот на этой линии железной дороги, на рубеже Клещиевка-Андреевка-Курдюмовка, вот происходят основные боестолкновения. Даже больше Клещиевка-Андреевка. И в линии фронта без изменений противник успеха не имел. Далее у нас с вами идет зона ответственности группы войск Таврия. Абдеевское направление. И здесь не оставляет попыток окружить Авдеевку. Бои идут очень ожесточенные. Атаки практически и продолжаются круглосуточно. И вот по всему периметру Авдеевского оперативного направления, потому что там у нас такое полукольцо образовалось. А это восточные окраины Новобахмутовки. Это населенный пункт Степное. Это Авдеевка, это Тоненькая, это Первомайская. За прошедшие сутки было зафиксировано 35 атак противника. К сожалению, институт изучения войны американский отмечает, они геоцировали кадры, фото, видеоматериалы, которые выкладываются нашими военнослужащими. И констатируют, что в районе очистных сооружений враг имел незначительный успех и продвинулся на несколько сотен метров вперед. В остальном Авдеевка держится, продолжает сражаться, несмотря на то, что 35 атак. То есть, если брать так сутки, то получается меньше часа перерывы между атаками. Но это не в одном месте. Это надо понимать, что это полностью вся вот это полукольцо окружения по всему периметру Авдеевского оперативного направления. Также на Маринское, далее у нас идет Маринское направление. Тут силы обороны продолжают сдерживать попытки врага атаковать. Они, кстати, я так понимаю, основной упор теперь опять вернулся на Авдеевское и Маринское направления. Бахмутское немножко притихло. Там они активизировались неделю назад. И сейчас оно немножко пошло на спад. А вот Маринское и Авдеевское, они опять возобновились. Ну, в Авдеевском мы с вами говорили, что там, скорее всего, это третья волна. Опять они начинают, кстати, пытаться применять бронетехнику. Но, в общем, бронетехника в большинстве случаев не успевает доехать до рубежа атаки. Мы выбиваем ее еще до подхода. Поэтому основные штурмы остаются все равно пешими. Так вот, на Маринском направлении, Красногоровка, Маринка, Победа, Населенный пункт, Новомихайловка, вот здесь они тоже активизировались. И за прошедшие сутки было зафиксировано 24 попытки продавить нашу оборону. Ни одна из атак не увенчалась успехом. Враг понес потери и откатился на исходные рубежи. То есть, Маринка стоит без изменений. На Шахтерском и Запорожском направлениях тут силы обороны отбили те атаки, которые враг пытался проводить. Пытаясь восстановить утраченное положение, особенно в районах западнее Вербового. Но успеха противник не имел. На Шахтерском направлении в основном бои носили позиционный характер и обмен артиллерийскими ударами. Вот на Запорожском было несколько попыток западнее Вербового. Все попытки отбиты, линия фронта без изменений. В то же время на Мелитопольском направлении наши войска пытались активными штурмовыми действиями наносить оккупационным войскам максимальные потери. Это, кстати, тоже изменение в тактике действий. Мы не идем на штурм позиций, но мы проводим штурмовые действия с целью нанесения максимального урона врагу. Далее у нас с вами идет по карте зона ответственности группы войск Одесса. Это Херсонское направление. Здесь ситуация на правом берегу остается неизменной. К сожалению, противник продолжает артиллерии наносить удары от Купенска до Херсона вдоль всей линии русла Днепра. Наша артиллерия пытается вести контрбатарейную борьбу с огневыми средствами врага. Там же враг применяет авиацию. А на левом берегу наш плацдарм продолжает набирать боевые потенциалы. То есть мы усиливаем присутствие наших войск на левом берегу Днепра. Там идутся активные боевые действия и все попытки врага сбросить или оттеснить нас к реке не достигают своей цели. Враг несет потери, но сдвинуть линию боевого соприкосновения ему не удается. Наоборот, наши силы морской пехоты и силы специальных операций иногда проводят довольно успешные рейды и продвигают, постепенно продвигают на некоторых участках, продвигают позиции вперед. Пока не будем детализировать, где это происходит, но скажу так, что плацдарм наращивает боевой потенциал. Что бы там враг ни делал, не зря отстранили очередного командующего. Не зря рашистское командование ввело в управление группой войск Днепр, рашистской оккупационной армии, оперативную группу офицеров, я так понимаю, генерального штаба. Потому что они не могут совладать с вот этой ситуацией, которая сложилась на левом берегу Днепра. Вот такая вот, в общем, можно сказать, что за прошедшие сутки линия фронта стабильная. Да, идут бои, особенно горячо на Авдеевском-Маринском направлении. Потом по активности боевых действий идет Бахмутское направление, ну и левый берег Днепра на Херсонском направлении. Далее, подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражение по шести районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага. И один удар по станции радиоэлектронной борьбы противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины было уничтожено 14 крылатых ракет Х-101, Х-555, которыми Российская Федерация атаковала нашу страну прошлой ночью, то есть в прошлые сутки. О ракетах мы сегодня еще поговорим, там очень интересная информация по поводу возможностей стратегической авиации Российской Федерации. Ориентировочные потери врага за прошедшие сутки составили в личном составе 900 оккупантов, в технике и вооружении в танках 6 единиц, в боевых бронированных машинах 11 единиц, в артиллерийских системах 1 единица, крылатые ракеты 14 единиц, автомобильной техники 7 единиц. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линиях фронта от Сватова до Олешек. И такая, в общем, сложилась военная обстановка. И прежде чем мы перейдем с вами к военно-политическому разделу нашего видео, я хочу вам приоткрыть еще одну страничку этой войны. Очень хорошо, что некоторые наши силовые структуры, в частности СБУ, открывают, снимают гриф секретности с тех операций, которые они проводили. И у нас создается не только то впечатление, которое мы можем подчеркнуть из открытых источников, но и мы более сильно с вами углубляемся в ход этой войны. Как она происходила, какие операции планировались, какие проводились, насколько успешно. Так вот, Служба безопасности Украины открыла еще одну такую завесу, когда в марте 2022 года, это был очень тяжелый месяц, тогда вы помните, что глубокие вклинения вражеских колонн в нашу территорию, они подошли к Киеву. Были очень тяжелые бои на реке Ирпень. Так вот, и мы помним, когда была заминка в этих колоннах, которые там 20, 30, 60 километров была колонна, они стояли. Заминка была в том, что РФ рассчитывала на Блицкрик, но его не получилось. И поэтому одной заправки топлива не хватило. Начали создаваться тыловые пункты управления войсками и формироваться первые тыловые базы. Так вот, чтобы ослабить такое вот это северное направление на Киев, было принято решение о проведении, ну я бы сказал, уникальной операции, потому что впервые в истории военного искусства в диверсионном рейде принимала участие тяжелая дальнобойная артиллерия калибра 152 миллиметра. И такая операция была разработана совместно с Службой безопасности Украины и командованием вооруженных сил Украины. Как подчеркнул глава службы Василий Малюк, спецназа удалось под носом врага фактически в нескольких километрах от расположения рашистских войск удалось завести за линию фронта, то есть в серую зону, удалось завести тяжелую артиллерию. И эта тяжелая артиллерия нанесла сокрушительный удар по тыловой базе расистских войск на Киевском направлении. Ну и кстати, об этой операции мы знаем уже, есть документальный фильм, называется «Логово врага ликвидация». Это цикл, я так понял, будет цикл документальных служб безопасности, спецоперации «Победы». Так будет называться цикл. Так вот, вот в этом фильме он 8 декабря был, вчера он был презентован. И кто не смотрел, рекомендую вернуться. Ну, в двух словах я расскажу, в чем суть. Операция планировалась в глубочайшей секретности. Основной полный замысел операции знали только несколько человек. Это глава службы безопасности Василий Малюк и генералы Хантер и Горбатюк. Вот три человека, которые в принципе обладали. Спецназ СБУ принимал участие во взаимодействии с 44-й артиллерийской бригадой оперативного командования «Запад». В результате того, что спецназу удалось провести тяжелую артиллерию фактически за линию фронта, артиллеристы развернулись и нанесли огневой удар по тыловому пункту управления. Фактически это было формирование уже базы управления. Там был в этом тыловом пункте не только офицерский состав российского командования, но и 48 единиц техники, 45 машин со снарядами и запасы топлива. Детонация происходила два дня. Все эти силы и средства требовались россиянам для наступления на Киев. То есть вот такими уникальными операциями ликвидировалась логистика противника, которая не дала ему возможности успешно захватить город Киев. То, что тут была оборона, это само собой. А вот такие операции проводились по уничтожению тыловых пунктов или тыловой базы снабжения аршистских войск. Центр специальных операций Альфа, 13-е главное управление военной контрразведки СБУ реализовывали и другие многие важные операции в первые недели войны, чтобы заставить врага отойти границы и максимально ослабить боевые потенциалы врага на переднем крае. Кстати, как раз именно в марте месяце, вы помните, какие бои происходили в Буче, в Орзеле, ну как раз вот на реке Ирпень в основном происходили по обороне города Киева. Кстати, исторически река Ирпень в очередной раз спасла Киев от нашествия ордынцев. За время всей войны, уже более 21 месяц войны, более тысячи сотрудников СБУ отмечены различными наградами, государственными наградами. Среди наград 9 героев Украины, из них, к сожалению, 7 человек посмертно. Вот такие вот операции. Очень хорошо, что снимается гриф секретности и мы узнаем о таких подвигах наших спецслужб и наших вооруженных сил Украины. Вот такая вот интересная была операция. Рекомендую, кто не смотрел, найдите этот фильм. Еще раз, как он называется, СБУ, спецоперация Победы, логово врага, ликвидация. Вот такое вот, забивайте эти теги, ищите, смотрите, наслаждайтесь. Подвигом наших сил обороны, спецслужб и вооруженных сил Украины. Ну, а мы с вами еще пару слов скажем о военно-политической обстановке, которая происходит в нашей стране и вокруг нее. И начну я с основных, основных или главной новость, наверное, западной прессы стала та, что пишет, во всяком случае, Sky News, что на Западе считают, что Россия начала зимнюю кампанию ударов по Украине. Цитата. В последние несколько недель мы отмечали, что РФ может начать согласованную кампанию ударов по критически важной инфраструктуре Украины. И мы оценили, что минувшей ночью РФ, вероятно, пыталась начать эту деятельность. Рассказал изданию неназванный западный чиновник. Ну да, мы с вами наблюдали. Кстати, перед этим наша разведка давала данные о том, что очень сильно активизировались полеты разведывательной авиации. Причем, начиная от оперативно-тактической, типа Су-24МР, это разведчик на базе бомбардировщика, вот они летали вдоль наших границ, заканчивая самолетом А-50, это система дальнего радиолокационного обнаружения. Они совершали полеты вдоль границ Украины, над оккупированной территорией летали и, я так понимаю, пытались выяснить нашу систему ПВО. Потому что она более усиленная, более нарощенная. И на сегодняшний день, вы же видите, эффективность нашей системы ПВО выросла. В разы выросла по сравнению с прошлым годом. Так вот, я хотел там, адепты русского мира начали рассказывать про парность, непарность ракет, про загрузки Ту-160 и про Ту-95МС. Это стратегические бомбардировщики. И вы меня удивили. Вот честно удивили. Я не думал, что вы настолько ленивы и не знаете им отчасти собственных вооруженных сил. Я вам тогда уточню просто. Кстати, на основании открытых данных, изложенных в русскоязычной версии Википедии. Дело в том, что до 2022 года Российская Федерация не смогла выделить деньги на модернизацию самолетов Ту-160. И поэтому сегодня он не используется в ракетных ударах по Украине. Он летает в качестве массовки. Да, у него два барабана, по шесть ракет. Там идут два типа ракет. Либо два барабана, либо 12 они заряжают, по 6 барабан. Либо ракеты меньшей дальности, по-моему 15С, Х-15С, может заряжаться 24 ракеты. Но вот эти барабаны не были модернизированы. И ракета Х-101, Х-102 и Х-555 в эти барабаны не становится. А у Ту-160 нет внешних подвесов. Последняя развединформация говорит о том, что в 2023, то есть в текущем году, ВКС РФ должна была получить первый самолет с модернизацией этого барабана. Но пока никаких сведений, что он вообще, они приступили к модернизации, нет. Теперь Ту-95. Ту-95 один такой барабан, такой же точно, кстати, как Ту-160, только один в бомболюке находится. То же самое, либо шесть ракет Х-55, старых, советских. Либо 24 Х-15С малой дальности. То есть другие ракеты не становятся. 101-я и 555-я ракета в Ту-95 внутрь бомболюка не становятся. Максимально Ту-95 в самой лучшей МСМ версии модернизации может нести до 10 ракет на внешних подвесах. Один подвес под фюзеляжем и по два подвеса, по две ракеты на каждый, под крыльями. Но под фюзеляж не вешают проблематично с технической точки зрения, взлет-посадка. А вот на крылья вешают, но ввиду изношенности машин, как говорят западные разведслужбы, вешают не по две ракеты на каждый подвес, а по одной. И поэтому, вот почему я и сказал, что центровка самолета, подвесить под одно крыло ракету, которая больше тонны, а на другое ничего не повесить, то самолет будет лететь, как собака бежит, знаете, да, у нее задница смещена в сторону, чтобы лапы не запутались. Вот так и здесь будет, как хромая утка лететь. Это очень важно. Так что не надо писать, чтобы учить матчасть. Читайте открытые источники, там все написано. Далее, Wall Street Journal провел опрос. Ну, очень рано стартанули, еще год до президентских выборов в Соединенных Штатах, а уже пошли социологические опросы в плане того, какой из кандидатов на пост президента США имеет шансы победить в этой президентской гонке. Хотя ее еще даже не начиналось. Так вот, согласно социологического опроса, если бы выборы проводились в эти выходные, то Дональд Трамп опережает Джо Байдена на 4%. 47% за Трампа проголосовало бы и 43% за Байдена. Ну, вы же знаете, что в Соединенных Штатах очень сложная система выборов. Там избиратель не напрямую голосует, а избиратели выборщиков. А уже выборщики подбивают итоги голосования выборщики, и выборщики от каждого штата уже отдают количество голосов на основании бюллетеней избирателей. Там довольно сложная система. Поэтому, ну, тем не менее, на сегодняшний день, вот, ситуация складывается таким образом, что Дональд Трамп на 4% впереди от действующего президента США. Новая война может разгореться в Латинской Америке. Венесуэла официально представила карту с аннексированной провинцией Эссекиба. Это часть соседнего государства Гаяны. Президент подписал указ, и эта территория была провозглашена 24 штатом Венесуэлы. Ну, смотрите, классический вариант. Вот смотрим, здесь мы как бы сами в той же самой ситуации находится Украина. Классический вариант существования диктатуры или империи. Не может диктатура, не может империя быть без расширения. Если она прекращает расширяться, захватывать соседние земли, значит она прекращает свое существование. То же самое вот произошло и с Венесуэлой. Больше диктатор удерживать власть обычным путем, то есть в мирном, в состоянии мира, не может. Поэтому что надо сделать? Надо затеять войну. С кем затеять войну? С ближайшим соседом. Они объявили часть Гаяны соседнего государства 24 штатом Венесуэлы. С чего начиналось массированное отторжение в Украину у расширских войск в 2014 году с провозглашения республик народных в юго-восточных областях Украины. А в 2022 году с признанием этих республик и тоже якобы их защитой. Вот вам яркий пример. Сегодня в Венесуэле проходит мобилизация армии и переброска войск на границу с Гаяной. Разгорится конфликт или нет? Посмотрим. Думаю, что, к сожалению, разгорится. Потому как у венесуэльского диктатора нет другого выбора. Иначе он может столкнуться с гражданской войной внутри самой Венесуэлы. К сожалению, такова философия существования диктатуры. И это может спровоцировать новый вооруженный конфликт, который еще больше внесет хаоса и неразберихи в общую международную ситуацию. Ну, и опять же, Wall Street Journal взял интервью у нашего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. В интервью Wall Street Journal Дмитрий Кулеба сказал о том, что Украина готовит бригады к новым наступательным и оборонительным операциям. То есть он объяснил, что этот процесс у нас идет непрерывно. Мы сейчас вынуждены делать все параллельно. Мы модернизируем систему мобилизации, систему комплектования вооруженных сил. Мы введем оборонительные операции практически на всей линии фронта. От Сватова до Олешек. И мы готовим часть наших бригад опять готовиться для продолжения, для ведения в том числе и наступательных операций. Почему? Потому что, как сказал Кулеба, он уверен, что любая пауза в боевых действиях сейчас просто даст расистским оккупантам шанс перегруппироваться и подготовиться к новым активным военным кампаниям против Украины. Мы знаем задум, разведка докладывает, что расисты тоже возлагают определенные надежды на весеннюю кампанию и будут стараться подготовиться к наступательной операции на весну 2024 года. И вот тут будет вот эта война на истощение, которая сейчас практически перешла в эту фазу, общий характер боевых действий. Она и покажет, кто выиграет тот, кто сможет лучше пережить этот период, нанести большее поражение врагу и лучше подготовиться к весенней наступательной операции. Вот такой лейтмотив был интервью министра иностранных дел изданию Wall Street Journal. В Польше, вот тут интересно развивается событие, помните, я вам говорил, что польский профсоюз, кстати, он единственный, там несколько профсоюзов-перевозчиков, он единственный, который вот и имеет связи с РФИ, и который организовал вот эту вот блокаду польско-украинской границы. И не просто организовали блокаду, а еще и в результате попустительства, наверное, не попустительства, скорее всего, договоренности с действующим премьер-министром Польши Моровецким, акция, он разрешил, подписал разрешение на акцию бессрочной. То есть она идет. Так вот, один из кандидатов на должность премьер-министра, там все ожидают сейчас смены правительства в Польше, Дональд Туск, он формирует один из кабинетов, из вариантов, точнее, кабинетов министров, где он премьер, и это будет подано на утверждение польского сейма. Так вот, он сказал, что первое, что он сделает, это возьмется за разблокирование украинско-польской границы. Это первый момент. Второй, Брюссель, ну я вам говорил, что в Брюсселе отреагировали очень отрицательно на это дело, а вот другие торговые организации, таких стран, как Бельгия, Астрия, Нидерланды и Италии, призвали все компании Европейского Союза бойкотировать польских автоперевозчиков, блокирующих границу с Украиной. Вот такое вот уже даже внутреннее противостояние начинается в Европейском Союзе. Понятно, что раз есть такая широкая поддержка в Европейском Союзе, почему-то эти страны не выдвигают требования отмены без виза на время военного положения, отмены без виза для украинских перевозчиков. Значит, Европейский Союз принял правильное решение, раз оно имеет такую широкую поддержку. И вот один профсоюз, одна компания решила, что нет, этому не бывать. Видимо, дыма без огня не бывает. То есть, то, что там может быть российское лобби в этой блокировке, уже, в принципе, даже и доказательная база есть в отношении этого человека, который там во главе вот этого блокировочного движения стоит, что он и Крым посещал, то есть незаконно аннексированные территории, и с Аксеновым встречался, этим гауляйтером крымским и так далее. Ну, посмотрим. Осталось совсем немного до вступления в действие, точнее, в должность нового правительства Польши. И дальше будем наблюдать, как будут развиваться события. Кстати, еще одна хорошая новость из Европы, это то, что парламент Болгарии довольно легко преодолел вето президента Болгарии относительно поставок вооружения Украины. Потому что там президент Болгарии не только витировал вот этот законопроект о передаче нам 100 бронетранспортеров со схранения, снять хранение, передать Украине, но и высказался вообще за отмену военных поставок в поддержку Украины. Ну, как и писали, кстати, зрители, вы писали о том, что не переживайте, парламент настроен по-другому. Спасибо огромное Болгарии, парламент действительно преодолел вето, очень быстро и эффективно, так что поставка партии 100 бронетранспортеров в Украину состоится. Далее, администрация Соединенных Штатов, война на Ближнем Востоке. Вот, кстати, война в Израиле, для сравнения, за месяц боевых действий, сейчас практически ровно, ну, чуть больше уже прошло, месяц и еще одни сутки, израильская армия израсходовала порядка 100 тысяч боеприпасов. То есть, при этом 90 из них были применены в секторе газа, а 10% были применены на других территориях, я так понимаю, это Север и Запад Израиля, там, где они борются с Хизбаллой. Ну, просто сам расход. И сейчас администрация Белого дома попросила Конгресс Соединенных Штатов санкционировать продажу Израилю 45 тысяч снарядов для танков Меркова. Об этом сообщает Рейтерс. То есть, то, что мы говорили изначально, что разный характер войны, разный расход боеприпасов. Сегодня, по разным оценкам, наша артиллерия в сутки тратит до 4 тысяч. Рашистская артиллерия в сутки тратит до 10 тысяч боеприпасов. В суточный расход. А здесь, видите, месячная норма и вылилась всего лишь в 100 тысяч снарядов. И запросили для танков 45 тысяч боеприпасов. То есть, интенсивность боевых действий не такая высокая. Кстати, сейчас там очень интересные начались события. Цахал вошел в южную часть сектора газа. То есть, операция, военная операция идет с хорошими темпами, с хорошим успехом. И тут начало выясняться. Они применили более, будем так говорить, более гуманный метод. В плане того, что меньше применяется огневых стресс танковой артиллерии для выбивания боевиков Хамаса из сектора газа. Израильские военные начали закачивать морскую воду в туннели. И тут поплыли со всех щелей, полезли боевики Хамас. Что самое интересное, привет пану Гутиеришу, генеральному секретарю. Сотрудники ООН оказались бойцами Хамаса. О чем сообщает генеральный штаб Цахал. Вот такая вот ситуация. Видите, под эмблемами ООН, а состояли в боевых отрядах хамасовцев. Это о роли и мести, насколько деградировала эта организация. Сейчас раздаются призывы, чтобы Гутиериш ушел в отставку. Ну, такую дискредитацию ООН, я думаю, что генеральный секретарь не должен пересидеть тихонечко на своем месте. Так что вот такая вот ситуация. Сейчас картина выглядит так. Они отлавливают этих хамасовцев, которые вылазят из пещер, мокрые особенно. И дальше уже там они проходят, их арестовывают, они попадают, становятся в статусе пленных. И Цахал дальше уже продолжает зачистку территории. Вот так вот развиваются события на Ближнем Востоке. Насколько затянется конфликт, очень тяжело сейчас сказать. Потому что, хотя темпы у Цахала довольно хорошие. Главное, чтобы им дали закончить военную операцию, чтобы они начались... Если начнется переговорный процесс, то затянется на годы. Ну и вишенка на торте сегодня, не удивляйтесь. Опять о самолетах. Опять все о небе. Причем тут, ну, как я вчера и говорил, Чернобаевка. Очередной рашистский самолет совершил экстренную посадку. На этот раз это был Аэрбас А319 со 111 пассажирами на борту. Причиной аварийной посадки стала разгерметизация салона. Самолет вылетел из Санкт-Петербурга. Произошла и разгерметизация при наборе высоты. Он развернулся, вынужден был сесть. То есть техническое состояние этих машин... Вот это лизинговая уже машина. Если вчера там вы пишете С-7, я уточну. С-7, так написали, называется. Я уточню. Эта компания, ее машины имеют право вылета за пространство, воздушное пространство РФ или не имеют. Или на них тоже наложены, по-моему, на них тоже наложены санкции. И их тоже обслуживать, ремонтировать нельзя, потому что они под санкциями Европейского Союза, в том числе и производителей. Так вот, почему еще раз вернулся к этой теме? Потому что сегодня 9 декабря. 9. За 9 неполных дней декабря. Это 11-й самолет, который совершает вынужденную посадку. Причем, смотрите, было все уже. Пожар двигателей был. Отказ навигации был. Разгерметизация салона сейчас была. Что еще? Отвал крыла или что-то в этом роде. Поэтому за 9 неполных дней декабря 11 авиационных аварий. Вот такая вот вишенка на торте сегодня военно-политического блока. Что ж, на этом мы с вами первый раздел нашего видеообзора закончим. Я, как обычно, по традиции напоминаю, кто не подписан, подпишитесь на мой канал. Кто смотрит это видео, поставьте ему лайк, для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. И через некоторое время мы с вами продолжим. А продолжим мы с вами, как обычно по традиции. Это ответом на те вопросы, которые вы задали к предыдущим видео. И первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий. Какое количество потерь может себе позволить армии РФ и армия Украины? Исходя из этих цифр, можно определить, кто будет проигравшим. Армия НАТО 2023-2024 годов может себе позволить потерять 500 тысяч человек или уже после 150 тысяч потерь они решат идти на переговоры, так как население этих стран не захочет умирать ради Украины. Ну, давайте немножко тут все в кучу вы накидали. Дело в том, что, при чем здесь Украина и НАТО? НАТО не воюет и не будет воевать в Украине. Никогда. Как организация, как блок, никогда НАТО не вступит в эту войну. Это мечта Путина. Это самый его сладкий сон. Он хочет втянуть НАТО в войну, но тогда война автоматически становится мировой. Потому что 30 с лишним стран вступают в боевые действия с Рашистской Федерацией. И, естественно, тогда уровень переговорного процесса для Путина резко возрастает. И переговоры будут проходить не на уровне Москва, Москва-посредник Киев. Кто-то должен быть третьей стороной в переговорах. Они все равно, любая война должна закончиться переговорным процессом. Только на каких условиях эти переговоры ведутся. Так вот, в этом случае тогда Путин будет разговаривать Москва-Брюссель. То есть на уровне руководства Североатлантического блока. А мы же понимаем, туда входят все мировые лидеры. Начиная с президента Соединенных Штатов и заканчивая там президентом самой маленькой страны, входящей в состав блока НАТО. Поэтому НАТО никогда не будет воевать здесь. Что касается потерь, то скажу так, количество потерь вряд ли будет влиять на ход военной кампании. Либо они должны быть просто гигантскими и произведены в короткий период времени. То есть разгром армии. Да, это может послужить причиной отказа от дальнейших боевых действий. Ну вот смотрите, даже если брать тактику, то 30% потерь это допустимые. 50% потерь это критический рубеж, продолжение атаки или ее остановки. Так что все зависит от цели и задач войны. Могут быть потери и большие, могут быть потери и небольшие. Причем обратите внимание, что многонациональная коалиция, как НАТОвских сил, допустим, те же НАТОвские силы, которые вошли в Югославию. Они тоже несли потери. Начиная от авиации, заканчивая пехотой. Те же войны в Персидском заливе. Начиная с 91-го года, буря в пустыне. Тоже там были потери. Причем, кстати, там были большие потери. Потому что на первом кварах иракская армия сопротивлялась довольно сильно. И это не остановило, потому что цели войны были поставлены совсем другие. Подход к комплектации армии тоже другой. Если бы Соединенные Штаты немножко по-другому поставили бы информационную политику во времена вьетнамской кампании, то еще неизвестно, как бы эта война закончилась. А там они проиграли информационную войну, причем они ее проиграли на территории США и они вынуждены были уйти. И то вопрос потерь стал только в результате проигрыша в информационной войне. Поэтому сегодня сказать, что критерием потерь 150, 200, 500 тысяч. Нет, такого критерия нет. Все определяет цели и задачи хода военной кампании. И готовность одной или другой стороны на такие жертвы или потери. Ну вот в Российской Федерации там идеология построена таким образом, что не пойти и не погибнуть это позор, стыд и позор. Вот примерно так. То есть человеческая жизнь не стоит ломаного гроша. Сколько надо, столько и положим. Сталин когда-то сказал, что советский солдат не может проиграть на поле боя. Сколько надо, столько и пусть идет в бой. Что Советский Союз и делал в том же Сталинграде, выдавая одну винтовку на двоих. Одному винтовку, второму патроны. И при этом все равно кого-то из вас убьют. Значит у второго будет полный комплект. Вот примерно так. К сожалению сегодня Российская Федерация идеологически вот в этом плане построила. Вот именно так построила свою армию. И то там уже начинается протестное движение. Так что не существует конкретной цифры, сколько потерь определяет ход военных действий. Скажите пожалуйста, почему КБ «Луч» не производит ракеты 500-километровой дальности? Кто этому препятствует? Ведь для этого есть все возможности. Ну давайте так. КБ «Луч» вообще-то у нас не КБ ракетостроения. То, что они занимаются системами управления и системами наведения. И то, что они взяли сегодня делать ракетный комплекс, это необходимость, жизненная необходимость. Поэтому они разрабатывают эти системы. По ракетостроению у нас есть огромное КБ «Южное». И их базовое предприятие было завод «Южмаш». Вот они занимаются разработкой ракетных систем. Оперативно-тактических ракетных комплексов. Тот же комплекс «Гром» разработан. Так вот, я вам скажу, что сделать ракетный комплекс, это не один месяц работы, не один год работы. При полном финансировании иностранного инвестора или заказчика, КБ «Южное» сделала «Гром» за три с лишним года. Вот считайте с нуля. Сумма контракта, к сожалению, не разглашается. Но вот я читал из последних заявлений, опять же, генерального директора КБ «Луч» Панака Ростылева. Он сказал, что для разработки, допустим, на базе той же ракеты «Нептун» ЗРК, зенитно-ракетного комплекса, он оценил это в 2-3 года и в сумму от 30 до 50 миллионов долларов. Стоимость проекта. Когда я проходил службу в Главном управлении ракетных войск и артиллерии, мы пытались провести в жизнь национальную программу «Ракетный комплекс Борисфен». Кстати, есть о нем, можете почитать в Википедии, есть раздел, он упоминается там. И, в принципе, дошли до президента. Ющенко был тогда президентом. И там предполагалась сумма 7 миллиардов гривен на 5 лет. Тогда 4,5, по-моему, был курс доллара. 4,5 гривны стоил 1 доллар. И вот такую вот запрашивали сумму. На 5 лет 7 миллиардов и Украина имела бы собственный ракетный комплекс «Борисфен» на базе тягача «Крас», сидельного тягача с пусковой платформой. С дальностью пуска 480 километров. Ну, как бы Ющенко тот момент одобрил, но денег, к сожалению, не нашлось, кроме эскизного проекта. Поэтому у нас есть базовые предприятия, у нас есть конструкторские бюро, но мешает этому отсутствие оборонзаказа на производство, на разработку и производство ракетного комплекса. Как только будет оборонзаказ, который будет гарантированно профинансирован. Вы же понимаете, что бесплатно, без финансирования вы не разработаете ничего. При гарантированном финансировании за несколько лет, да, можно произвести, наработки есть, конструкторская школа есть, можно произвести шикарный, шикарный даже так скажу, оперативно-тактический ракетный комплекс. Как минимум, минимум 500 километров дальность пуска, а может быть и более. Все будет зависеть от ракеты, которую будут разрабатывать под этот пусковой комплекс. Так что АКБ «Луч» немножко профиль не тот, но надо отдать им должное, и им огромное спасибо за то, что они сегодня пытаются вытянуть на себе хотя бы то, что есть на сегодняшний день. Это и «Стугна» разработка, там практически от базовой модели вообще ничего не осталось, все новое. И «Нептун» ракетный комплекс, и «Ольха» высокоточный боеприпас к реактивной системе залпового огня. Так что да. Ну, думаю, что если им профинансируют и закажут ОТРК, я думаю, что они его тоже сделают. Опять же, вопрос заказ и финансирование. Вот две причины, по которым это либо делается, либо не делается. Точнее, два критерия, по которым либо комплекс разрабатывается, либо не разрабатывается. Американский сценарий был отброшен, и заложенный реализовал свой сценарий. А что теперь? Получается, что в 2024-м, в условиях той же нехватки вооружений, если мы хотим победить, нам придется реализовывать американский сценарий наступления. Нет. Кто вам сказал? Я считаю, что заложенный принял абсолютно правильное решение. Теперь представьте, если бы мы всю гвардию наступления бросили бы на одном направлении. Да, мы прорвались бы на Токмак. И что, и получили бы мощнейший удар с фланга, и отрезание наших войск на участке прорыва. Он, на мой взгляд, принял самое правильное решение. Он начал одновременно атаковать. Надо было сковать силы противника на всей линии фронта, и не дать им возможности перебрасывать войска. А там, где было слабое место, там мы и продвинулись вперед. Вспомните, с чего начиналось. Пятихаток. Потом пошел Старомайорск. Там было у нас бердянское направление, даже такое было оперативное. Потом пошло работе на вербовое, и был Бахмут, южный фланг Бахмута. Вот поэтому, но другого, мне кажется, по-другому вариант выглядел бы намного печальнее. Если бы мы прорвались, вышли на... Смотрите, прорвав оборону линию Суровикина, допустим, дойдя до Пшеничного, очередоватое, можете посмотреть на карте, там, направлении Токмака, Дальше укреплений практически нет, дальше идут очаги обороны. Это называется выход на оперативный простор. На оперативном просторе армия начинает действовать рейдовыми действиями. То есть, рейда, создаются рейдовые отряды, на базе батальонно-тактических групп, можно бригад. И эти рейдовые отряды начинают проникать в глубину оккупированных территорий, громя на встретившегося противника на своем пути. Но чем обеспечить тыл? И в этом случае получается, что враг может спокойно брать с любого другого оперативного направления, перебрасывать войска и наносить фланговые удары в месте в клинение в его оборону. Поэтому я думаю, что в этом случае генштаб и заложные приняли самое правильное решение отказаться от глубокого клина, который нес угрозу отсечения и окружения наших войск, и применить стратегию широкого давления с целью поиска слабого звена в обороне противника. А вот сейчас, за счет разрушения логистики, до весны, я думаю, что весной мы повторим. Я сегодня говорил уже, там и Кулеба, давая интервью американскому изданию, сказал, что мы готовимся к наступательным операциям. Все равно задача стоит у нас освобождать наши территории, восстанавливать территориальную целостность и суверенитет страны. Поэтому в период оппозиционной войны главная задача нанести максимальный урон противнику, разломать его логистику, нанести потери его тыла, для того, чтобы потом обеспечить вклинение в его оборону. Но, опять же, как минимум должно быть два, а то и три, может быть, направление для проведения наступательной операции. Потому что вклиниваться на одном месте будет очень рискованно на сегодняшний день. Так что, а для того, чтобы обеспечить американскую тактику, или, неправильно, американскую стратегию, которую разработали, которую проиграли на компьютере, они же не договаривают до конца, они же не говорят о том, что основа огневого поражения в американской военной доктрине несет на себе авиация и ракетные войска. И только потом идет на третьем месте идет артиллерия. А у нас авиация на последнем месте стоит. Наша авиация несравнима, у нас нет преимущества в воздухе. С ракетами вообще туго. И остается что? Остается одна артиллерия. Так что, в условиях того, что мы имели на момент начала наступательной операции, я считаю, что решение было абсолютно правильно. Ну что ж, на этом мы сегодня вопросную часть тоже закончим. И у нас остается третья часть. Это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня будет следующий. Следующий. Довжина сухопутного кордона Украины с Россией 1.974 километра. Загиблих расистов на сегодня 337 220 штук. То есть, кордон можно промаркувать могилами. Один орк на каждые 6 метров. Чтобы каждый с того боку поребрика увидел, чем закончится для него перетин кордона Украины. Дякую нашим защитникам за каждый святанок. Працуемо, допомагаемо, підтримаемо и донатимо. Кожа на купант буде знищеной. Дякую Австралии. Да, кстати, новая партия мрапов идет к нам. В самолете авиакомпании «Россия» произошла разгерметизация кабины пилотов. Борт был вынужден экстренно сесть в минеральных водах. Когда гражданские самолеты начнут падать из-за отсутствия обслуживания и запчастей, россиянам, как обычно, будут рассказывать, что в этом виноват Запад. Ну да, самолеты же западные. Кстати, видите, уточнение, что он в минводах. Он все-таки смог отлететь хоть немножко от Петербурга. А на России нет никакой разницы, сколько путинских крепостных погибнет. У него их много, 120 миллионов. Гони сколько хочешь, потомки монголо-татарской орды. Тем более рашистский шовинизм гонят на войну мужчин нерусских, татаров, башкиров, тувинцев и других. Россия-Азия, а у них жизнь человека не стоит ломаного гроша. Это так и есть. Кстати, насчет раненых. На России много квалифицированных врачей сбежали. Ну, тут другое слово. За рубеж. В Казахстан, Грузию, Эстонию. Смотри в ЦИОМ. Это, наверное, какое-то издание. Эмиграция медицинского состава в РФ от ноября 2023 года. Качественную помощь раненым огнестрелам и осколками может оказывать военно-медицинская академия имени Кирова в Санкт-Ленинграде. Там даже Рогозина лечили, когда оно получило осколок в мягкие ткани ниже спины. А простые русские чмобики помирают после ранения в первые 24 часа. Это мировой рекорд по смертности раненых. Украина старший брат, а Россия младший. В 1982 году советский режим отпраздновал 1500-летие Киева, сделав его на 600 лет старше Москвы. Санкт-Петербург еще моложе. Когда Россия претендует на статус старшего брата, она торгует фейковыми новостями. Но он не сделал. Это реально Киев почти в два раза старше Москвы. Первый указ министра всеобщего счастья Валентины Матвиенко, кстати, Валька Стакан Матвиенко из Шепетовки, это Украина Шепетовка, призвала российских чиновников отказываться от использования иностранных слов. Такие термины, как модератор, ведущий, дедлайн, срок исполнения, кофебрейк, понятно, что перерыв, ряд других в большинстве случаев выглядят совершенно неуместно. Вот с этим действительно нужно спокойно бороться, заявила председатель Совета Федерации Эрефии Матвиенко. Оказалось, жители Эрефии отделяют от всеобщего благоденствия только то, что у них во главе государства президент, а не царь. Значит, если назвать Путина царь ватушка, на России наступит Божья благодать. А если перевести спикер с трибуны Госдумы уличил запад во лжи, говорун на любом месте держит слово в раке, в раке, у собаки. Ну вот такой вот с юмором комментарий. Постепенно с начала осени стали подниматься цены. В основном на яйца, воду бутилированную, молочную продукцию, сыры, колбасы, масло сливочное, сыр в среднем на 50 рублей на каждый продукт. В общем, за счет бюджета обычных граждан, которые и так не доедают ежедневно в такой богатой стране, как Эрефия, которая экспортирует на мировой рынок нефть, газ, алмазы, золото. Самые лучшие алмазы и золото поступают из Эрефии. У меня отец работал в горнодобывающей промышленности, в старателях. Каким трудом оно добывается и в каких условиях одно дело прочитать, другое дело свою задницу там поморозить, помыть золото по колено в ледяной воде. Всех бы этих свистунов из ящика туда отправить. Рты у них сразу прикроются. Чушь несут про нацистов в Украине, освобождение и благие цели. Все это тюремное дерьмо, которое там наполегло, которое там теперь будет питать подземные воды своими ВИЧ-гепатитами и так далее. Литва-Каунас. Витания с Киева. Дякую. Говорят, на Раше круглосуточно клепают танки, а Екатеринбург с утра до ночи красит калибры. Почему бы вместо этого не выпускать гражданские самолеты? Или для Раши это слишком сложно, или они действительно не ценят человеческую жизнь, своих подданных не только в Украине, но и на своей территории. Да, они не ценят. Главная задача сегодня это война в Украине. Главная задача захватить как можно большую часть Украины и заставить нас капитулировать перед РФ. Принцип остается старой совковой. Победа любой ценой. Мы за ценой не постоим. Вот этот лозунг у них остается основным на сегодняшний день. Ну что ж, на этом мы с вами сегодняшний обзор закончим по оперативной обстановке. Я, как обычно, напоминаю и приглашаю подписаться на мой канал тех, кто еще не подписан. Поставить лайк этому видео тех, кто его смотрит, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Напомню, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство дронов для наших словетных бригад. Также выражаю слова благодарности спонсорам и тем, кто помогает моему каналу. Ну а мы с вами продолжаем верить в силу обороны Украины. Перемога! Наша слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...